Мур, привет друг, это Зверько. Так получилось, что гайд на Беатрис отнял много времени и я пропустил обновление 1.568. Поэтому в этом выпуске мы совместим изменения 1.568 и 1.570. Поехали! 16 апреля выйдет призабавный танк Глу. Стоит он будет традиционно 32 тысячи БО или 5199 алмазов, без учета скидки. 1 мая звездные участники смогут получить киберпанковский скин на Лисунсина, Синий лучник. 14 апреля произойдут изменения в магазине фрагментов. Покажу картинками. Вот редкие скины. А вот герои за фрагменты. А если ты хочешь купить облик за алмазы и потратить меньше денег, то тебе к спонсору этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой айди и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, ребята организовали группу в ВК, где можно задать свои вопросы и возможно там будут розыгрыши. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Карина, реворкнутая. Пассивка. Добавили базовый урон, который будет расти с уровнем. От 50 до 120. Первый навык. Уменьшили докритовый базовый урон, что бы это ни значило. Немного уменьшили дальность навыка. Ульта. Первая фаза. Сильно подняли урон. Вторая фаза. Убрали эффект бонусного урона от потерянных хп целей. Вдобавок сильно уменьшили сам урон. Уменьшили перезарядку ульты. Было 48-40 секунд, будет 42-34 секунды. И немного уменьшили радиус навыка. Честно говоря, что-то прогнозировать по крайней мере еще рано. Ее будут много менять. Фовиус. Герой на тестовом сервере. В комментах прикреплю ссылку на обзор. Пассивка. Изменили логику перезарядки первого навыка. Пассивка ускоряет его восстановление после применения. Первый навык. Получило множество изменений. Увеличили перезарядку. Увеличили штраф к урону при атаках в одну цель. Теперь он будет снижаться до 25%, а не 50. Уменьшили урон и магический бонус. Перебалансили базовый щит. Было 450-750, будет 350-950. Немного увеличили радиус навыка. Эффект ужаса передается на крипов и миньонов с героев, а это увеличит массовый урон в свою очередь. Ульта. Сильно увеличили время перезарядки. Было 40-30 секунд, будет 50-40 секунд. Увеличили радиус действия до 10 корпусов, хотя обнаружение прыжка по-прежнему 8 корпусов. Улучшили индикаторы цели. Уменьшили область урона по площади с 5 до 4 корпусов. Увеличили продолжительность действия ульты с 10 секунд до 12. Глу. Пассивка. Увеличили уменьшение урона от пассивки с 6 до 8%. Первый навык. Увеличили скорость анимации для комбо первого и второго навыка, что весьма правильно. Второму навыку увеличили скорость рывка. Ульта. Вернули эффект атаки базовой атакой, когда Глу верхом на противнике. Это будет считаться уроном от навыка. Немного уменьшили интервал урона в рассыпчатом состоянии. Уменьшили бонус к здоровью после прикрепления. Честно, я жду Глу. Это должен быть интересный танк с дебафом противников. Можно и вредить, и побеждать, и веселиться. Беатрис. Винтовка. Ранее получала 50% вампиризма от предметов. Теперь будет получать 80%. Уменьшили базу урон, увеличив физический бонус. Дробовик. Также увеличили вампиризм до 80%. Урон снижается до 40% при выстреле в одну цель. Гранатомет. Немного увеличили скорость полета снарядов. Уменьшили базу урон, увеличили физический бонус. Пистолеты. Также перебалансили урон. И немного увеличили радиус стрельбы. Этот ребаланс немного отодвинет раскрытие силы Беатрис к средней и поздней игре. Как я и говорил, недавно у меня вышел гайд на Беатрис. Зайди посмотреть, как играть за нее. Или понять, как играть против нее. Ссылка будет в комментариях. Чу. Прикрутили индикатор активации пассивного усиления. Аргус. Атрибуты. Немного уменьшили физическую атаку и прирост физической атаки. Не указано насколько. Пассивка. Увеличили физический бонус для первых двух атак с 85% до 100. Для третьей атаки с 100% до 120%. Увеличили скорость ударов для заряженной атаки. Увеличили скорость получения энергии при нанесении урона и уменьшили получение вне боя. Первый навык. Немного расширили область навыка и чуток сократили время оглушения. Ив. Первый навык. Уменьшили урон. Второй навык. Уменьшили базовый урон за удар. Было 110, 210, будет 90, 165. Ульта. Уменьшили отдаление крана. Уменьшили урон за нажатие. Вдобавок уменьшили урон за свап. То есть урон по нескольким клеткам. Эффект замедления при прикосновении края поля заменили на обездвиживание продолжительностью почти в секунду. Добавили новый эффект. Теперь на время действия ульты Ив получает щит. Сила щита зависит от уровня навыка и стака в пассивке. Через три секунды после окончания ульты щит снимается. Снимается в русских фильмах с бревном играющим Петрова. Клауд. Первый навык. Немного обрезали ускорение атаки и бега. Циклоп. В 1,5,66 ему уменьшили перезарядку. Теперь ему опять обрезают урон второго навыка. Было 200, 400, будет 200, 350. Фанни. В том же 1,5,66 увеличивали у нее урон. Но решили, что добавили его слишком много и решили срезать. Первый навык. Базовый урон 300, 500, будет 280, 480. Та же фигня с лингом. Ульта. Увеличили время на перезарядку. Было 48, 44, будет 52, 46 секунд. Байн. Продолжают тыкать наугад в байна в надежде угадать какой реворк зайдет. И вот теперь. Пассивка. Байн получает один стак за применение активного умения. Максимум два стака. Автоатака расходует один заряд, нанося урон ближайшим противникам. Урон пассивки немного понерфили. Первый навык. Убрали дополнительный стак от отскоков пушечного ядра. Ульта теперь не снижает скорость атаки цели. Изменения в экономике на поле боя. Уменьшили время на возрождении героев в первые 20 минут боя. Изменили условия и награды за предотвращение серии убийств. Ранее бонус получали, если у героя врага был киллстрик более 4 убийств. Теперь если более 2 убийств. Бонус чуть уменьшили. Было 60, станет 40 золотых. А лимит бонуса увеличили с 300 до 400. Уменьшили штраф к убийству одного и того же врага сподряд. Уменьшили награду за ассист. Было 70%, будет 60% от цены убитого. Изменили расчет бонуса золота за лорда. А важно, теперь миньоны будут наносить только 50% урона по базе. Так, стоп, я че обзор вайлдрифта делаю? А нет, все еще ML. Снижение урона мобов приведет к затяжному бою под базой. Идея кристальная сна. Дать шанс на камбэк. Но по факту это будет более затяжная агония проигрыша. Лично я за быстрый бои. И в игру начали добавлять героям анимацию возвращения. На геймплей это не влияет, но может кому-то нравится. А на этом все. Подписывайся на канал и жми лапкой в колокольчик. Напиши в комментариях, как тебе обновление. И увидимся в новых видео, друг. Субтитры сделал DimaTorzok